Строители Якутии готовятся к серьезным переменам. Нововведения в федеральном законе о долевом строительстве могут поспособствовать уходу с рынка недвижимости ряда компаний. С 1 июля 2018 года должны вступить в силу очередные поправки в федеральные законы, которые намного ужесточают требования к застройщикам, привлекающим средства дольщиков. С одной стороны, власти таким образом стараются максимально защитить население от недобросовестных компаний, а с другой, не повлияет ли это на строительный комплекс в целом. Ответ на этот вопрос пыталась найти Саргылана Захарова. Изменения в долевом строительстве только начинаются. Нововведения этого года оказали всего лишь предпосылкой к серьезному пересмотру всей структуры. Это касается и самой процедуры заключения договоров долевого участия и тех компаний, которые смогут привлекать средства дольщиков. В настоящий момент основные новшества связаны с появлением компенсационного фонда. Если по 214 закону договор просто регистрировался, то сегодня только при наличии внесения соответствующей суммы в фонд, Росрегистр будет регистрировать договор долевого участия. В фонд застройщики обязаны вносить 1,2% от суммы каждого договора долевого строительства. Это средний размер страховых взносов, которые раньше выплачивали строители. В будущем, если строительство сорвется, то за счет средств фонда либо достроят объект, либо возместят ущерб дольщику. Получается, те же самые затраты застройщик несет. Хочу обратить внимание, что эти затраты несет не дольщик, не участник долевого строительства, а сам застройщик. Но это то, что касается поправок текущего года. В следующем все обещает быть намного строже. Ужесточаются требования к капиталам компании, урезается их поле деятельности. Так, если сейчас застройщики вместе с возведением дома еще и создают инфраструктуру вокруг него, то с 1 июля, согласно проекту закона, для этого им придется получать дополнительные разрешения. Застройщик также несет затраты на реконструкцию сетей, которые в нашем регионе часто ветшают или не развиты. Позволяет построить новые водопроводы, позволяет построить новые сети электроснабжения, газоснабжения. Также речь идет о требованиях к финансовой надежности застройщика. Один из пунктов гласит иметь на специальном счете в обязательном порядке не менее 10% стоимости всего возводимого объекта. С одной стороны, как считают и сами строители, и руководитель ведомства, это очистит рынок от ненадежных застройщиков, а с другой повлияет на объемы вводимого жилья в республике. Это очень существенно повлияет, поскольку, если взять статистику, мы 600 тысяч квадратных метров вводим ежегодно жилья. И если взять соотношение с участием государственных средств или муниципальных средств, то это доля государства где-то в пределах 15%. В конечном итоге в стране планируют полностью переделать эту сферу. Долевое строительство уйдет в небытие, а на его месте появится новый механизм проектного финансирования. Таким образом должна решиться проблема обманутых дольщиков. Однако как отразятся перемены на строителях, пока неизвестно. Саргалана Захарова, Евгений Лугинов, Владимир Павлов, Новоказаха, Якутск.